Для комфортного проживания и гармоничного развития 26 дворовых территорий в округе в этом году поменяют свой облик. В 16 появятся современные детские площадки. Четыре двора, как говорится, обретут вторую жизнь и помолодеют. Они попали в программу комплексного благоустройства. Самые масштабные работы сегодня проводятся у многоэтажек по улице Пушкина и в первом оборонном переулке. Там, в крае дома, будет парковка. К проведению комплексного благоустройства старого двора подрядчики приступили несколько дней назад, пока идут подготовительные работы для асфальтирования проезжей части и пешеходных дорожек. Через месяц придомовую территорию будет не узнать, заверяют подрядчики. Здесь появятся детская игровая и спортивная площадки, новые скамейки, урны, зона отдыха для пенсионеров, парковки. Проведут и массовое озеленение. Особые требования к качеству работ. Мы только с новелером работаем, все будет ровно, четко. Качество – это обязательно. Я наблюдаю, если где-то косяк, разберяют заново ставлю. А это гарантия того, что вода не будет накапливаться ни на парковках, ни на пешеходных дорожках. Самые строгие контролеры начавшегося благоустройства дворовой территории, конечно же, старожилы многоэтажки. В первом доме по улице Пушкина проживают бывшие работники воинской части. Порадует очень, если сделают нам детскую площадку и скамейки поставят с подлокотниками, со спинками для пенсионеров. Потому что в нашем доме живет очень много пенсионеров, которым уже за 80, то есть под 90. И сидеть неудобно. Скамеек практически нет. Со мной вот эти вот цветы садила женщина. Ей 84 года было. Мы с ней вместе садили, понимаете. Когда я увидела, когда она начала полоть, я думаю, давайте-ка я, я поболожу. То есть людям не все равно. И то, что у нас дом хороший, но внешний вид нам облагородить нужно. Нам нужно сделать фундамент, потому что он сыпется, тянет влагу. Посмотрите, какой угол у нас ужасный. Вот. Люди так хотят жить в красоте, в уюте. Во дворе установят современную детскую и игровую площадки. И зону отдыха для пенсионеров с удобными скамейками. Однако, к сожалению, не все ценят то, что делается для комфортного проживания и взрослых, и детей. У активистки Светланы Михайловны просьба к владельцам собак. Чтобы убирали за своими животными. Пока сознательности не будет у каждого владельца питомцев, порядка не наведется. И хотелось бы обратиться ко всем, кто держит своих четвероногих питомцев, чтобы убирали за своими животными. Как за собаками, так и за котами. Это делается во многих районах. И здесь у нас, я видела, ходит мужчина с собачкой и убирает за ним. А чтобы подрядчик смог завершить работу в срок, у прораба просьба. Убирать с дворовой территории автомобили. Будем от зари до зари работать. Без выходных. Сегодня комплексное благоустройство начато и на Луначарского 36, физкультурный 25-29, текстильный 25-27.